Subaru Forester 2009 года, 2 литра, 150 лошадиных сил, честный отзыв, 10 лет использовали. Поехали! О том, как эта машина заводится в холодное время года, ну достаточно плохо и очень тяжело. Не знаю, конечно, с чем это связано, потому что что на новый, что на старый аккумулятор примерно происходит такое. Очень тяжело прокручивает стартер. Такое ощущение, что это какая-то газет заводится, очень крупногабаритная. Но самое главное, что заводится. Конечно, в такой жесткий мороз, как минус 25, аккумулятор уже очень с трудом прокручивает. Ну, на самом деле, не знаю, в каком лагере находитесь вы, из тех, кто старается сразу трогаться, как заведется машина и на низких оборотах ее прогреть или прогревать на месте. Я обычно стараюсь пару минут постоять и после этого ехать, не превышая 2-2,5 тысяч оборотов. Так машина в любом случае быстрее прогревается. На расход масла, честно скажу, особо это никак не влияет. Не знаю насчет износа двигателя и всех остальных его частей, но пока что ничего критического не случалось. Под капотом у нас здесь двухлитровый оппозитный двигатель на 150 лошадиных сил. Ни разу не менялся, не ремонтировался. Пробежали мы уже на этой машинке 191 тысячу. Проблем никаких не возникало. Меняй себе масло, расходники и все здорово. Из самых больших поломок у нас здесь была замена рулевой рейки. Сгнил чип, здесь у нас электроусилитель руля стоит. Сгнил чип, руль перестал крутиться нормально, выдалась ошибка, как и положено. И понятно, просто там 30 тысяч на замену. Одна весомая проблема, которая возникла, была поломка, опять же, чипа в коробке передач. Здесь у нас стоит автомат, четырехступенчатый, японский. И получается, сгнили косы, проводок, и все под замену. Но благо, что, опять же, ошибка выдалась. Была ошибка ATOL Temp. Для тех, кто на Subaru катается, возможно, полезная информация. Показывал температуру в коробке передач, минус 40. Конечно, такого быть не может. Автомат уходил в аварийное состояние, начинал пинаться. Но благо, что мы смогли найти проблему, устранить ее. Меняли чип, не помогло. Меняли всю косу. Только тогда уже все стало хорошо. Масло в коробке передач менялось уже два раза за этот пробег. За 191 тысячу. Ну, что вполне нормально. То есть, там после 100 тысяч и еще дополнительно после 50 тысяч меняли. Ну, как бы, как положено. В двигателе масло меняется каждые 10 тысяч. Доливается масло тоже совсем по чуть-чуть. Масложора как такового нету, как у каких-то турбированных субариков. Поэтому не надо говорить, что Subaru ест масло в огромных объемах. Так же, как и все. Дополнительные расходники, конечно, это стойки стабилизаторов с нашими дорогами. Они достаточно быстро убиваются. Ну, в принципе, как и у всех машин, подвеска здесь достаточно мягкая. Причем, задняя часть, она более мягкая, более инертная, чем передняя. Это, не знаю, на самом деле, зачем это сделано, какое преимущество. Но на дорогах Японии, скорее всего, машина прижимается и идет лучше без всяких каких-то проблем. У нас же в России, конечно, те, кто сидят сзади на первой ближайшей кочке, сразу почувствуют взлет в космос. Для пассажиров сзади достаточно много места. Даже такой, ну, я бы не сказал, что я очень высокий, но мой рост 187. Я, то есть, не сижу, головой не бьюсь никуда, коленки у меня очень удобно вытянуты, хотя переднее сидение сейчас практически в самом последнем положении, там, по-моему, оно предпоследнее. Второй пассажир тоже себя будет чувствовать комфортно, и даже третьего можно посадить. Никаких проблем не будет. Очень, очень большой багажник, и высокий, и большой, плюс здесь снимается шторка, откидывается сидение, и получается вообще очень здоровое пространство, можно возить все, что угодно. Даже небольшой холодильник сюда спокойно поместится, не говоря уже о каких-то стройматериалах. Вот, с собой я вожу всякий хлам, под это я выделил отдельную коробку набор инструментов, там, отвертки, ключи, всякие такие, компрессор, чтобы, если что, подкачивать, ну, и зарядка для аккумулятора, это так, просто валяется, чтобы сезонно, когда выступает холода, либо после зимы, достать аккумулятор и зарядить. Плюс здесь снизу, получается, у нас отдельно под запаску место, тоже очень большое пространство, ну, порядка вот такого. Да, тоже какие-то инструменты, баллонник, домкрат, можно все это легко уместить. Капот у нас открывается с салона рычажком, ну, и, соответственно, здесь тоже максимально легко, газ, лифты, вообще без каких-либо проблем любой человек очень легко с этим справится. Все, что нужно узнать в подкапотном пространстве, ну, так, для любого автолюбителя, это где находится масло, где долить незамерзайки или просто воды в теплое время года, аккумулятор, вот и все, в принципе, все находится в доступности, и достаточно легко все можно проверить, посмотреть. Сейчас как раз вот у меня плановое ТО, плановая замена масла, не ТО, неправильно выражаюсь. Вот, соответственно, я уже посмотрел, масло у меня на исходе практически. Можно чуть-чуть долить, конечно, как я смотрю масло, я, то есть, смотрю по нижней отметке. Здесь много, здесь мало, поэтому надо долить. Дольем прям буквально 100 или 50 грамм, ну, соответственно, всегда с собой вожу такую бутыль, где масло на долив находится. Сюда мы будем сейчас дольать масло Shell 5,40. Откручивается крышечка и в горловину наливаем масло. Здесь вот мерное деление, то есть я примерно до 250, тогда, а нет, это 500. Наши половину где-то налью от того, что есть. Доливаю я сбоку, чтобы видеть, чтобы не было пихать. Доливаю на глаз, чтобы ничего, никаких проблем нет. Машина настолько практичная и непривередливая, что прям, прям душа радуется, честно говоря, за нее. В нее доливаешь масло, сам все делаешь, сам все смотришь, еще чуть-чуть можно. Она у вас практически нигде не застревает, потому что постоянный полный привод. Пространство очень многое, машина семейная, можно поехать за город, куда угодно, как угодно. Показать детям лес, показать речку, показать еще что-то. Конечно, не нужно прям максимально проверять, где она проедет или нет. У нее есть тоже свой предел, потому что эта машина не делает для того, чтобы они прям изначально внедорожниками становились такими. Как там в каких-нибудь видео, где здоровую канаву залезают и потом из нее вылазят. Не знаю, как насчет Subaru Forester новых поколений, знаю только то, что у них теперь не идет коробка автомат, у них идет робот вроде бы как или вариатор. Но это не важно, я все равно не очень-то люблю такие коробки. Конечно, самая лучшая это ручная коробка передача, а вторая, по моему мнению, это автомат. То есть она наиболее честная, понятная и с ней больших проблем не возникает, проверено временем. Ну, то есть поломки, они в любом случае какие-то случаются, без этого никуда. Но вопрос в том, насколько легко их решать. Здесь обошлось все достаточно просто, не пришлось менять даже всю коробку, пришлось поменять только провод. Конечно, спасибо большое автомеханикам, которые занимались этим. Они нашли просто косу, не стали обманывать, не стали пытаться все деньги высосать из нас. Поэтому все достаточно здорово, все достаточно хорошо. Полный привод здесь честный, постоянный. Расход топлива, если по городу, ну, 11-12 литров. Если по трассе на круиз-контроле, что тоже максимальное преимущество дает машине, ну, 9-8 литров при скорости средней, там, 109-100 литров по трассе, по какой-нибудь скоростной. Поэтому я считаю, что машина максимально практичная, максимально удобная, не требующая огромных вложений. Конечно, стоила она по тому времени, наверное, миллион двести, но брали мы БУ, взяли мы ее за 600 тысяч. На тот момент она проехала 60 тысяч километров пробега. Притом, прошлый хозяин ее прям максимально жестко эксплуатировал, не так, как ее эксплуатировал я. Поэтому я просто в восторге, на самом деле, от такой машины. На других, конечно, не катался. Не знаю, какие проблемы у других возникают в процессе эксплуатации. У каждого свои какие-то трудности, но что касаемо этой машины, я все максимально открыто вам рассказал. И считаю, что это очень классная машина для России. С вас лайк, коммент. Если есть какие-то пожелания или о том, о чем я еще не рассказал, обратную связь принимаю и только приветствую. А так, всем удачи на дорогах, за рулем. Спасибо за вашу просмотр.